Итак, добрый день, мы продолжаем строить наш домик. Сегодня мы с вами расставим наши крылечки. Про уровень земли пока говорить не будем, еще немного рано. Расставим основные размеры, как внутренние, так и внешние, на примере одного помещения, и все размеры вокруг нашего здания. Также основные габаритные цепи внутри нашего объекта. Также расставим площади и маркировки наших помещений, и расскажу последовательность, как, что делаем. Итак, приступим. Прежде всего, для проектирования нашего крыльца нужно воспользоваться чем? Либо мы смотрим на наш вариант, и уже измеряем крыльцо по площадям, по габаритам, в зависимости от масштаба нашего отображения, либо есть отдельное техническое задание на проектирование нашего крыльца, либо мы можем воспользоваться стандартным обозначением, если крыльцо нам неизвестно. Как я уже говорил в окончании предыдущего видео, стандартное крыльцо, это его ширина отступа от нашего здания, полтора умножения на ширину дверного проема, это стандартный минимальный габарит крыльца, это из нормативно-технической документации. Полтора умножения на ширину дверного проема, это выступ от здания нашего, под стены, и по 500 мм с каждой стороны, чтобы дверь могла открыться. Напоминаю то, что все двери должны открываться наружу. Да, я достроился наш домик, который был по предыдущему нашему видео. Давайте приступим с крыльцом работать. Вспоминая нашу картинку, я вижу то, что крыльечко у меня есть, одна терраса, два крыльца. Одно со стороны гаража, одно со стороны, получается, северной стороны объекта, одно у нас головное крыльцо. Опять же, повторюсь, ступеньки я пока не трогаю. Прежде чем мы с вами приступаем к построению нашего крыльца, создаем новый слой. Заходим в свойство слоя, создаем новый слой. Так и называем его крыльцо. Крыльцо. Цвет любой отличный от того, что ранее использовалось по нашему объекту. Чтобы просто нужно было определять, что мы видим на отображении. Кантинес 0.25, линия тонкую. В отличие от плана этажа, крыльцо у нас не режется. Мало ниже секущей плоскости. Высота секущего диапазона по нормативу, это одна треть от высоты этажа. То есть высоту этажа делите на одну третью, и все, что располагается в этом диапазоне, будет резаться и отображаться толстыми линиями. Кроме окон и дверей. Они даже если режутся, отображаются тонкими линиями. Итак, крыльцо. Первое крыльцо я построил, которое у меня снизу. Оно имеет отступ. По масштабу я определил, отступ кратен 10 мм, у меня на 500 мм мое крыльцо отступает. И оно идет по контуру нашего объекта. Вот таким вот образом. Замкнул линию, чтобы контур получился замкнутый. Сверху мой габарит крыльца я определил, исходя из графического отображения. По картинке у меня получается выступ моего крыльца на 2 800. Соответственно, я ставлю 1 на 1 привязку. 2 800. И строю свое крыльчко, которое повторяет угол моего объекта. Ну, по углу цепляясь. Обязательно линия крыльца должна быть у нас под нашей дверью. Да, и если бы у нас объект располагался на монолитной железобетонной плите, и не был бы разноуровневый, и первый этаж не был бы поднят от земли, как в случае в Рэвити, я в Рэвити буду отдельное видео по этому случаю делать. Мы можем продлить плиту перекрытия, и все. Но в большинстве случаев, крыльцо веранда терраса, так же как и пандус для нашего гаража, это отдельная монолитная конструкция. Поэтому для нее должен быть отдельный, сейчас я выключу, отдельный контур. Вот он. Вот, заодно увидел, потому что у меня ошибка у нашего окна. Отдельный контур. И снизу тоже. Я откачусь назад. И последнее наше крыльчко, которое полностью повторяет контур моего объекта. При активных привязках построить его не составляет никакого труда. Так у нас моделируется с вами крыльцо. Самое примитивное. Я не делал пока ступени, потому что я не знаю уровень своей земли. И не делал ограждения. С ограждением будем работать чуть позднее. Итак, теперь мы с вами будем расставлять основные размеры внутри нашего объекта. Что мы с вами должны сделать в первую очередь? Создадим текстовый стиль и размерный стиль. Ну и также создадим слой. Заходим в свойства слоя. Свойства слоя. И создаем новый слой. Я немного поторопился, он у меня создан. Создание нового слоя. Давайте создадим еще раз. Размеры. Размеры. Пускай это будет размеры. Снимаем и подчеркиваем. Можно использовать черный цвет. Continuous 0.25. Напоминаю, что цвет мы выбираем из первой вкладки, чтобы в дальнейшем распечататься черно-белым виде. Делаем слой активным. Дальше. Захоним в аннотации. Текст и стили текста. Стили текста. Вспоминаем, мы текстовый стиль создавали, когда делали с вами оси. Нажимаем на выпадающую минуточку. Создадим новый стиль. Называться он будет, я назову его Исакпюр. Объясню почему. Исакпюр это шрифт автокадовский и ревитовский, стандартный, который максимально приближен к российскому гостовскому. Ни в автокаде, ни в ревите не подгружены базово по умолчанию российские гостовские шрифты. Вы их можете использовать в дальнейшем поработке. Я буду использовать шрифт Исакпюр. Не вам подойдет. Нажму ОК. Что мне необходимо сделать? В первую очередь, высоту текста ставлю 0. И выбираю, чтобы он был аннотативным. Обязательно. Аннотативный стиль. Курсив. Исакпюр. Шрифт выбираю. Исакпюр. Курсив. Применить. Закрыть. Захожу теперь. Размеры. Размерный стиль. Выпадающая менюшка. Точно так же, как и у текстового стиля. В правый нижний угол. Стрелочка. Нажимаем на нее. Создаю новый. Называю его. Основные размеры. На основе аннотативной. И проверяю, чтобы галочка была аннотативной. То есть, название. Основные размеры. На основе аннотативной. Галочка аннотативной. Далее. Перехожу во вкладку линии. Начинаем настраивать линии. В размерных линиях ничего не трогаем. А вот в выносных линиях выбираем. Подавить первую, подавить вторую выносную линию. Так как это чертеж планов этажей. По ГОСТовским нормативам. Не обязательно в наличии выносной вспомогательной линии. Вот обратите внимание. На чертеже появляется маленькая линия. Которая идет до элемента. Мне она не нужна. Если была бы эта конструктивная деталь какая-либо. То да. Нужна была бы выносная линия. Перехожу в следующую вкладку. Символы и стрелки. Ставлю первую стрелку. Двойная засечка. Дальше я здесь ничего не трогаю. Перехожу в текст. В тексте выбираю текстовый стиль. И секпиур. Больше здесь опять же ничего не трогаю. Перехожу в вкладку размещения. В размещении меня интересует, чтобы текст строился автоматически выноскал данного текста. Дальше. Да, проверяйте. Назад вернусь в вкладке текст. Чтобы у нас высота текста теперь стала 2,5 мм. Автоматически все будет. Иду дальше. В основные единицы. Десятичный остается формат. Точность до нуля. Целое число, чтобы у нас все не получилось. Целое число. Без какого-либо округления. Альтернативные единицы. Допуски нас пока не интересуют. Нажимаю ОК. Нажимаю Установить этот размерный стиль. И закрыть. Рассмотрю сначала, как расставляются размеры внутри нашего помещения. Потом настроим еще одну дополнительную функцию. Будем расставлять снаружи. Итак, для каждого помещения вы должны соблюдать какое требование. Чтобы у вас было полностью образмерено ваше внутреннее помещение. И плюс был размер двери и привязки двери к стене. Покажу в идеале на вот этом прямоугольном помещении. И покажу, как можно было это упростить. Анотации. Линейный размер. Линейный размер. И ставлю габарит. Внутри всего помещения. Глубину и ширину, по сути дела. И вижу то, что здесь у меня небольшая ошибка с моей перегородкой. Сейчас я немножко видоизменю. Потому что у меня не целое число. И вспоминаю, что перегородки кратные 10 мм. У нас с вами обязательно должны быть. И смещу на этот миллиметр. Смещу на этот лукс. И все приведу в идеальный вид. Чтобы потом никаких ошибок не было. Сразу же, если вы нашли какую-либо ошибку, подправляете. Потому что потом вы о ней даже не вспомните. Все это через фаску, которую мы с вами уже ранее научились. Этой командой. Все это настраиваем. Через фаску все соединяем. И проверяем теперь размер, чтобы он зацепился нормально. Либо можно было его удалить и поставить. И последний размер, который у нас здесь должен был быть. Аннотация с ним. Линейный размер. Габарит нашей двери. И привязка двери к стене. Все размеры должны откладываться друг на друга. Я сейчас научу еще дополнительные функции. Называется она продолжить. Рассмотрим ее, когда будем расоставлять наши оси. Это идеальный случай. Но есть помещения очень маленькие по габаритам. Соответственно, как мы можем упростить данную картинку? Я могу удалить здесь габарит мою дверь. И удалить протяженность моего помещения. И поставить каким образом размер. По сути дела, это будет с двух сторон размер до дверного моего проема. И в продолжении сама дверь. И с другой стороны до конца. Так у нас упрощается с вами чертеж. И так можно быстрее на самом деле выполнить модели. Давайте я покажу, как расставляются размеры наружные по нашему объекту. Для этого я сначала должен отодвинуть мои оси. Как выполняется эта функция. Я выделяю зеленую бусте выделения. И кружок, и ось. И воспользуюсь во вкладке «Главное» функцией «Растянуть». Теперь просто нажимаю левые клавиши мыши на пустом участке. И сдвигаю. Лучше это делать при активном режиме ортогонального ограничения. Вспоминание в прошлом занятии я вас обучил. Наши элементы. Раздвину наши оси со всех сторон. Еще раз выделим. Растянуть. Зафиксируем. Отодвину. Выделим. Растянуть. Зажатая клавиша «Shift» помогает нам убрать этот элемент из выделения. И сейчас еще раз проделываю эту функцию. Отодвигаю от своего объекта. Итак, то, что касается наружных размеров. У нас с вами три размера должны быть слева и снизу. По одному размеру, справа и сверху. Такие конкретные. Запоминайте. Это обязательно условие. Это обычно все забывают. Итак, аннотации. Линейный размер. Первый размер. Это между крайними осями. Это размер я сейчас расставляю слева. Дальше. Линейный размер. Между каждой из осей в отдельности. Но тут я вас научу еще одну дополнительную функцию. Поставили первый размер между осями. У нас есть функция во вкладке аннотации. Называется «Продолжить». И просто общелкиваем все элементы, до которых необходимо поставить размер. По окончанию нажимаем «Эскейп». По окончанию нажимаем «Эскейп». На клавиатуре она находится в левом верхнем углу. Расставлю снизу то же самое пока еще. Размер между крайними осями. Между каждой из осей в отдельности. Поставлю первой. Функция «Продолжить». И начинаю общелкивать. Вот. Размеры между осями для нашего типа моделирования уже с других сторон быть не должно. Теперь со всех четырех сторон должен быть какой размер? Габаритная размерная цепочка, которая показывает изменение геометрии наших несущих стен и врезаемых туда элементов. И также мы можем проверить все простенки. Что это за габаритная размерная цепочка? Линейный размер. Привязываюсь к углу моей стены. Причем я должен просмотреть, нет ли здесь у меня другой стенки. Вы сейчас поймете это с другой стороны. Здесь у меня другой стенки нет. Цепляюсь за угол моей стены и цепляюсь за второе граничное значение по моей стенке. Продолжить. Я вижу здесь вот эту еще стенку. Получается, вот у меня два размера. Это вот эта вся стена и вот эта вся стена. Окей. Иду дальше. По нашей северной стене. Линейный размер. Цепляюсь за угол. Довожу до двери уже теперь. Здесь есть дверь. У нас все элементы. Все наружные элементы образмериваются только снаружи. Внутри их образмеривать не нужно. То есть, внутри размер моей двери, вот здесь внутри, ставить не нужно. Все наружные. И окон тоже. И гаражных ворот тоже. Все наружные элементы у нас внутри не ставятся. Они у нас попадают в габаритную размерную цепочку. Итак, я воспользуюсь функцией продолжить. Общелкиваю теперь габарит моей двери. От двери до угла. И теперь вот она построилась в унисках автоматически. Это настройки наших разметных стилей. Теперь начало окна. Конец окна. Угол. Начало проема. Гаражные ворота. Сейчас еще отредактирую. Прошу прощения, это не гаражные ворота по отображению. По гостроскому отображению они выглядят немного иначе. На окончании гаражных ворот. Угол. Это габаритная размерная цепочка. Вы скажете, а почему у меня нет размера между осями с других сторон? На самом деле у нас оси в одной плоскости все лежат. И они вертикальные и горизонтальные. И никакие не угловые дополнительные размеры между осями нам ставить не нужно. А вот то, что у вас стены изменяются с другой стороны здания, знаете только вы. Но это должны понимать не только вы. Поэтому ставится габаритная размерная цепочка. Итак, продолжаем расставлять с других сторон. Ставлю выступающую часть моего здания. Продолжить. Угол. Угол. Здесь никаких окон нет. Сверху. Линейный размер. От угла до двери. Продолжить. До угла здания. Дверь. Окно. Дверь. Угол здания. Все, что у нас на крыльце есть, даже если колонны есть, и они затеняют нам несущую стенку, образмерить габаритную цепочку не нужно. Это некорректное построение. Дайте я приведу вид моих гаражных ворот, чтобы они выглядели по ГОСТу. На самом деле ГОСТовское их отображение достаточно простое. Сейчас удалю, у них нужны отрезки, чтобы они не удавались, чтобы они не остались в моем проекте. Выберу фоконную дверь. И построим. Отображение гаражных ворот это, по сути дела, три отрезка. Больше похоже на такую джутавровую балку, кто сталкивался. От чего я отзеркалю. Функция зеркала. Как работают все функции дополнительно, я буду еще раз дополнительно рассказывать. Это размеры снаружи и внутри. Напоминаю, что внутри нам не нужно ставить с вами наружные элементы. То есть, вот это окно, дверь, все это внутри ставить не нужно. Что касается сложных каких-либо помещений, вот у меня помещение сложное достаточно. Как размер ставить за ним? Аннотации, линейный размер. Я показываю его протяженность в его помещении. И теперь могу поставить с двух сторон протяженность. А могу поставить каким образом? Чтобы себе облегчить чертеж. Раз, функция продолжить. То есть, по факту это до перегородки. Два. Также я в него мог, на самом деле, включить размер вот этой перегородки. Либо поставить его отдельно, если чертеж это позволяет. То есть, если чертеж нам позволяет это выполнить, мы расставляем таким вот образом. Давайте расставлю все размеры по нашему помещению. Чтобы потом не возникло никаких вопросов. Этого помещения. Ну, во всяком случае, основной. Если у вас дом более чем на одну семью, то есть на две, и он симметричный. Да, размеры должны быть в каждой половинке. Но, вот предполагаю я, что вот, если бы вот это помещение было бы разделено перегородкой, мне дважды не нужно повторять число 2330. Потому что это смежные размеры, они находятся на одной прямой. Поэтому, если у вас есть смежные помещения, вы удаляете повторяющиеся размеры. Но если только это не помещение на две семьи и более. У каждой семьи, то есть у каждой половинки дома, то есть, предположим, здесь с другой стороны был такой же домик. И разделены они в общую несущую стену. То есть, тогда бы с каждой стороны были бы все размеры. Здесь у меня помещение по габаритам такое, что я могу поставить размеры с двух сторон. И окна поставить, ой, и дверь образмерить в моё вот это подсобное помещение. И поставить все необходимые размеры. Вот, смежные помещения. Вот это кладовое, техническое помещение. И сам гараж. Мне уже 3,620 дополнительно повторить не нужно. Опять же, повторю, всё, что у нас находится на крыльце, образмеривать мы с вами не будем. Вот так вот. Сейчас будем переходить к маркировкам. То, что касается нумерации наших помещений. Я отдельно для своих подписчиков оставлю архив на блок с атрибутами, через который вы уже сразу же сможете проставить свои помещения. Называться он будет, ну, я его переназову блок. Вот, это отдельная структура. Да, можно было создать отдельный текст, отдельный кружочек для него. И уже в дальнейшем расставлять все кружочки и в блок с атрибутами нет. Как с ним работать? Из чертежа архива, который выходит в архиве, находится только вот этот чертеж с цифркой. Один номер. Ну, это просто, образно говоря, номер нашего помещения. Вы его нажимаете Ctrl-C, Ctrl-C, и Ctrl-V в свой проект. В свой проект сразу. Как с ним работать? Редактироваться он достаточно просто. Два раза нажав левой клавишей мыши, у вас есть значение блока с атрибутами данного помещения. Первое помещение у нас с вами будет называться 1-1. Следующее помещение 1-2. Вы дальше Ctrl-V просто расставляете и пишите 1-2. Все это через точку. 1-2 и так далее. Номерация может осуществляться по часовой стрелке. То есть смотрите в центр нашего объекта и по часовой стрелке будете расставлять. Давайте я расставлю здесь, например. Это мы делаем достаточно быстро. 1-3, дальше Ctrl-C, Ctrl-V, 1-4, 1-5, 1-5, забыл наши крылечки. Крыльцо веранда террасы тоже должно быть проставлен на маркерах, но я могу их сделать как последний учет. То есть это будет 1-6, 1-6, это будет 1-7, 1-7. Нижнего получается 1-8. Лучше было бы переименовать. Номерация у нас с вами может быть помещение. Каким образом? Снизу, вверх, и просто вот как вы сканируете документы. Сверху, вниз, справа, налево, слева, направо, по часовой стрелке, против часовой стрелки. Можете пронумерать все эти помещения. Так, секунду, 1-7, тогда это будет 1-8, а то будет 1-9. 1-8, 1-9. Лучше было, опять же, чтобы оно было 1-1. 1-9. Так у нас расставляются с вами маркировки наших помещений. У вас будет блок с атрибутами, и вы себе ускорите процесс построения. Ставьте лайк. Дальше у нас с вами будут площади данных помещений. Итак, в автокаде есть возможность расстановки наших площадей. Есть автоматический метод более-менее, об этом я буду говорить позднее, когда уже познакомлю вас со скриптами для работы в автокаде. Сейчас научимся работать с тем, что у нас имеется. Прежде всего, мы с вами должны создать новый слой и новый текстовый стиль. Итак, слой. Создаем новый слой. Новый слой, называем его площади. Либо площади полилинии лучше. Полилиния. Площади полилинии. Цвет используем яркий сейчас на данный момент. Континес и толщина линии единица. Нам нужна она только для того, чтобы мы ее видели сейчас на пространстве модели, потом мы ее скроем. То есть яркий цвет, континес, единица. Слой делаем активным. Закрываем свойство слоя. Заходим в аннотации. Выпадающая менюшка стиля текста. Создаем новый текстовый стиль. Имя его будет площади. И единственное, что меняем от предыдущего, это высота текста на листе. Ставим тройку. 3 миллиметра. Применить, сделать текущим. Что я делаю теперь? Вкладка главный. Отключение выбранного объекта. Выключенный лампчик. В прошлом видео я это не говорил. Мы выключим маркировки наши. Оси. Размеры. Все. Двери оставим. То есть, все, что нам мешает сейчас смотреть на наш объект так, как он есть. Что я делаю теперь? В площадях полилиниях я буду проектировать теперь не отрезком, а полилинией. 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 И начинаю обрисовывать свои помещения. Начинаю обрисовывать свои помещения. Ровно по контуру подвергным проемом мы с вами идем. Туда, куда может ступить нога человека. Идем чисто по контуру. Здесь немного усложню задачу. У меня колонна нужна еще дополнительно. Поэтому я колонну тоже постараюсь образмерить. Делаю небольшой изгиб моей площади. Чтобы они учитывались у меня в дальнейшем. Первое помещение готово. Следующее помещение. Точно так же. Обрисовываем следующее наше помещение. Ровно приходим туда, откуда начинали построение. Обрисовываем наше помещение. Вот это помещение мне надо отредактировать все. У меня вот здесь дверной проем не зарисовался. Я забыл. Перерисуем быстренько. Ровно по контуру нашего помещения. Если есть колонна, мне просто, чтобы в дальнейшем не вычитать математически, я ее таким образом включил в расчет моих площадей. Просто доведя небольшой выступ. Опять же, туда, куда у нас ступает нога. Обратите внимание, что я расставляю, чтобы у меня никуда не сдвинулся мой кроссор при активном режиме органа. То есть, ортогональное ограничение строго под 90 градусов. Если не даем, наложу. Доделываем все помещения. Обратите внимание, у вас есть маленькое перекрестие, которое показывает, откуда вы начали вести поливинию. Видите, черненький крестик. Вот он рядышком. Похожий на наш курсор. Он показывает, откуда вы начали построение своей поливинии, чтобы не запутаться. Программа всегда будет вам подсказывать, стараться вам в этом случае подсказывать, где у вас что выполнено неверно. То, что касается, если остепление, опять же, как и в случае с дверью наружной, мы доводим туда, куда может наступить наша нога. То есть, дай им по 100. Вот таким вот образом. Крыльчки мне тоже нужны. Про крыльчки я забыл. Крыльцо, веранда, терраса тоже должны иметь площадь, значение нашей площади. Таким вот образом. Теперь захожу в свойства слоя, создаю еще один текстовый стиль. Называться он будет площади, значение. Площади, значение. Цвет можно использовать черный, либо какой-нибудь темноватый. Континиус и толщина линии 0,25 тонкая. 0,25 тонкая. Закрываем свойства слоя. Делаем слой активным. Площадь и значение делаем активным. Потом закрываем свойства слоя. Теперь ввожу во вкладку аннотации. Многострочный текст. Многострочный текст. Ставлю в любом из помещений, чтобы у меня начался построение текста. То есть один раз нажимаю левую клавишу мыши. То есть что я проделаю? Аннотация, многострочный текст. Левую клавишу мыши в помещении один раз. Тяну контур, где у меня будет находиться текст. Второй раз левую клавишу мыши. Что я здесь обязательно должен учитывать? В первую очередь поставлю нижнее подчеркивание. Площадь у нас остается с подчеркиванием. И иду теперь в новую функцию. Поле. Поле. Меня интересуют объекты. Меня интересуют все. Здесь мы выбираем в имени поле объекты. Объекты. То есть все объекты. Дальше вроде бы ничего не появилось. Для этого нам нужно нажать на вот этот курсорчик, выбор объекта, и тыкнуть в помещение, которое вы будете ставить площадь. Просто на поле линии. Еще раз, что я поделал. Поле. Выбираю. Объект. Объект. Выбрать объект. И нажимаю на поле линии. Вы промахнетесь. Что я теперь выбираю? Площадь. Площадь. И в настройках площадей мы должны с вами отредактировать их таким образом, чтобы они у нас корректно отображались. Для этого мы идем в дополнительный формат. Что мы делаем с коэффициентом? В первую очередь. Во-первых, ставлю 0. Точка. 1, 2, 3, 4, 5. 5 нулей. Единица. Что я делаю теперь? В суффиксе удаляю все значения. Разделитель чисел меняю на запятую. Разделитель чисел меняю на запятую. Ок. Теперь в точности ставлю два знака после запятой. И нажимаю ок. Ок. Вот у нас с вами получилось значение площади одного помещения. Напоминаю, что площади по нормативу должны располагаться ближе к правому, получается, правому нижнему углу помещения. Давайте проделаем еще раз на одном помещении и будем с вами на сегодня закупляться. Итак, аннотация, многострочный текст. Ставим текст. Один раз нажав левую поверхность мыши, где он у нас будет фиксироваться. Второй раз до какого числа. Теперь я поле, поле, объект, выбрать объект. Выбираю объект. Площадь. Два знака после запятой. Захожу в дополнительный формат. Коэффициент преобразования. Ноль. Точка. Раз, два, три, четыре, пять. Пять нолей. Единственное. Всего шесть нолей. В общем счете шесть нолей. Здесь уже все остальные настройки сохранились. Нажимаем ок. Нажимаем ок. Единственное что, не забывайте выделять, чтобы текст был подчеркнут. Площадь отображается с нижним подчеркиванием. Это обязательно. Таким образом у нас с вами будут расстановаться площади по хорошим помещениям. Для простоты расстановки площадей можно опять же во вкладке главные, либо зайдя в свойства условия, выключить для отображения на данный момент все элементы, кроме, во-первых, сейчас выключу все. И оставляем включенными только площади значения и площади полилинии, чтобы выбрать, случайно не выбрать то, что нам не нужно. В дальнейшем мы с вами площади будем скрывать. У нас с вами еще остается по плану этажа высотные отметки, лестницы, таблицы экспликации, название самого чертежа, ну, что-то и штриховки, это само собой разумеющийся. Это будет уже в следующем ролике. И так он получился достаточно протяженно. Всем спасибо, что были здесь. Если вам понравилось видео, знайте, что нужно делать. Всего доброго, еще увидимся.